книга открытым оком тема священства том 30 вопрос 4039 что известно о катакомбанных епископов россии остались после них какие-то их письма наставления отвечает игнатий тихонович лавкин осталось но известно далеко не все кое-кто так и не решился опубликовать сразу и только теперь по частям появляются подобные письма их эти восемь писем епископа катакомбной церкви хранились в петрограде в катакомбной общине отца михаила рождественского отпечатаны они на пишущие машинки и переплетены в отдельную книгу первое упоминание о них в печати и публикация появились в 1992 году в номере 14 журнала русский пастырь издаваемого русской зарубежной церковью тогда было опубликовано письмо второе в дальнейшем была предпринята их публикация в газете русское православие 1996 году и полностью они опубликованы в журнале вестник и пц в номерах за 1996 98 годы издаваемом симферопольской епархии рпцз об авторе писем епископе а никаких сведений не сохранилось но из текста писем видно что он был и по архиальным архиереем еще в 1925 году и принадлежал числу образованнейшей и строго церковной части российского епископата неизвестно также точное время переписки очевидно данные письма неоднократно перепечатывались и распространялись среди катакомбных христиан для назидания и укрепления в вере реалии того времени были таковы что не имя автора писем не имя адресата называть было нельзя по некоторым событиям упоминаемым в тексте можно предположить что письма написанные в конце 1940-х годов скорее всего в 1947 50 52 годах цитата милость божия буди с тобою сын мой я только что хотел излагать тебе свои объяснения о некоторых современных событиях в церкви христовой и вот получил от тебя письмо ты опять умоляешь меня подробно тебе растолковать если церковная правда в так называемой московской патриархии можно ли ее признать русской православной церковью можно ли считать и почитать так называемого патриарха московского всея руси алексия духовным вождем русского православного народа и согласно с правилом 34 святых апостолов главою русской православной церкви сын мой исполнение этой твоей просьбы очень чревато многими печалями за слово правды о московской патриархии уже очень многие пострадали епископы и пастыри не признающие за московской патриархии церковно-канонического учреждения как правило на свободе не находятся а пребывают в заточениях в горьких работах в местах отдаленных на всех высказывающихся против московской патриархии и облючающих ее деятелей выдвинуто жестокое гонение сейчас для нас православных слова закона свобода вероисповедания можно принимать только как свободу словословия московской патриархии патриарху алексию и его сподвижникам а слово сказанное против патриархии и патриарха почитается преступлением если бы ты знал сколько ныне страдающих только за то что их религиозному сознанию невозможно признать московскую патриархию воплощением православия на руси вот и я объясняя тебе правду церковную рискую весьма скоро попасть в сон этих страдальцев ты пишешь что не слышно и последнее время о новых ересях и о новых гонениях на церковь христову это утверждение для церковного рассуждения нужно считать самым вредным и опасным лукавнейшие хитрейшие ожесточеннейшие воинствование сатаны против церкви не прекращалась со времен ее основания если ты обратишься к апокалипсису то узнаешь что борьба дьявола с церковью в последние времена должна не уменьшаться а усиливаться до самой крайней жестокой степени враг непрестанно с усиливающейся яростью воюет против церкви христовой ереси и беззаконные сборища собранные врагом под видом церкви разумеется не испытывают таких искушений какие испытывает церковь особенно благополучно ныне так называемая московская патриархия лет 15 тому назад когда свирепела обновленчество еще существовала на русской земле некоторая терпимость разномыслия в вопросах веры все не признающие обновленчество могли осуждать его и иметь своих пастырей теперь даже это видимость религиозной терпимости отнята попробуй открыто выступить теперь с обречениями так называемой московской патриархии попробуй достать разрешение на открытие церковной общине не признающий так называемого патриарха алексия это будет великим гражданским преступлением и подавляется оно нещадно и увы нужно признать что таковая нетерпимость увеличивается прогрессирует ты пишешь мне о московской патриархии так ведь это какая-то полу истина и может ли это полу истина называться управлением русской православной церкви и являться руководительницей духовно-нравственной жизни православных русских христиан отвечу прямо искренно и ясно полу истина никогда не может быть истиной церковь никогда не может содержать полу истину но здесь даже не полу истина а чистая ложь врага или вернее хитрая подделка им истины утверждение которое основано на отсутствие у нас вкуса к истине еще отвечу тебе прямо и искренне патриарх московский и всея руси алексии не может быть признан каноническим то есть законно избранным и поставленным патриархом русской церкви ты пишешь что оспаривать каноничность избрания патриарха затруднительно так как его избрал собор русской православной церкви и на этом соборе присутствовали два восточных патриарха и представителя от других дорогой мой в последнее время на русской православной земле появилось много всевозможных раскольников и откольников и все они в свое оправдание приводят каноны не так давно передавали как один батюшка из служащих московской патриархии воскликнул хотя мы и погрешаем но каноны с нами если это сказано по наивности то можно только пожалеть этого батюшки какие каноны с ними с ними ли каноны о преемственности высшей церковной власти с ними ли каноны о неподчинении епископов в делах церковных безбожникам тем более воинствующим против церкви и так далее кто из современных раскольников не оправдывал свою деятельность канонами почитаю любые послания обновленцев григорианцев и других отступников все они богато украшены канонами митрополит сергий тоже в свое оправдание упоминал каноны у всех согрешающих против церкви и желание и не подчиняться канонам а подгонять их в оправдание своих неправд и часто так бывает сюда же не богослов видит как в посланиях отступников каноны и свидетельствует против них вот например митрополит сергий в одном из своих посланий приводит 8 правило святого григория неокисарийского христиане приступающие к варварам вместе с ними нападающие на христиан не принимаются в число кающихся слушающих впредь до особого о них соборного рассуждения не может ли с успехом это правило применено быть к митрополиту сергию и к московской патриархии то же самое можно сказать и о других употребляемых митрополитом сергием канонах например правилах святых апостолов 41 34 двукратного собора 13 14 и 15 правил все они с успехом могут быть употреблены против употребляющих их вспомни хотя бы известную тебе историю отношения между митрополитом сергием и законными местоблюстителями патриаршими митрополитами петром и кириллом и они удостоились от митрополита сергия суда по канонам дорогой мой сын мне очень горько что состоявшийся в москве в 1945 году так называемый собор русской православной церкви с участием восточных патриархов имеет в твоем представлении какую-то церковную ценность кто составлял этот собор кто избирал членов этого собора действительно ли православные епископы были членами этого действительно ли как утверждают за правилы этого собора там присутствовал весь православный епископат русской церкви это вопиющая ложь ни одного православного епископа воистину любящего церковь и жизнь за нее полагающего на этом беззаконном соборе не был ты скажешь что на этом соборе было свыше сорока архиереев и 126 представителей от клира и мирян но расследую внимательно откуда взялись эти архиереи и представители отмеря и тогда ответь мне можно ли их считать членами православного русского поместного собора чтобы видеть действительные цели собора 1945 года надо хотя бы немного вспомнить историю нашей церкви за революционный период в первые годы революции враги церкви поражали нас огнем и мечом потом они поняли что эти средства недействительны и решили взорвать церковь изнутри им нужна была такая церковь которой епископат был бы во всем послушен власти и исполнял бы раболет на только ее приказание при таком епископате с церковью можно было бы делать что угодно для создания такой церкви было обманным путем организовано обновленчество с высшими церков с высшим церковным управлением и епископатом беспринципно лакействующим перед властями если ты помнишь историю искусственного обновленчества от которого так много пострадала церковь русская то ты должен знать что в 1922 году в москве происходил то же так называемый собор русской православной церкви в котором участвовало около 60 70 старых русских архиереев в том числе и митрополит сергий на этом соборе ты знаешь были ученины великие беззакония была утверждена каноничность обновленчества и был осужден и лишён сана и монашества великие страдали за церковь христову святейший патриарх тихон раскрывший ложь обновленчества тогда восточные патриархи тоже прислали этому беззаконному собору свои приветствия потом этот в кавычках собор никем не был признан и многие из архиереев вы горько оплакивали свое участие в нем все русские люди увидели что собор этот был русским позором за наши грехи и маловерия что это было грубое надругательство над святой церковью учиненная врагами ее одна память о соборе 1922 года должна дать глубокое раздумья при оценке собора 1945 года вообще при рассуждении о новых соборах церковных хорошо также вспомнить суждение о них глубоко православного русского богослова бывали соборы еретические каковы например те на которых составлен был полуарианский символ на которых подписавшихся епископов насчитывалось вдвое больше чем на никейском соборе на которых императоры принимали ересь патриархи провозглашали ересь папы подчинялись ереси почему же отвергнуты эти соборы не представляющие никаких наружных отличий от соборов вселенских потому единственно что их решения не были признаны за голос церкви всем церковным народом тем народом и в той среде где в вопросах веры нет различия между ученым и невеждой церковником и мирянином мужчиной и женщиной государем и подданным рабовладельцем и рабом где когда это нужно по усмотрению божьему отрок получает дар ведения младенцу дается слово премудрости ересь ученого епископа опровергается безграмотным пастухом дабы все было едино в свободном единстве живой веры которая есть проявление духа божьего кавычки закрываются а с хомяков то 2 страница 71 издание 3 после того как русский православный народ отверг обновленчество врагами церкви с теми же целями было организовано так называемое григорианство но его постигла та же участь что и обновленчество враги стали хитрее непреклонный митрополит петр ставший местоплюстителем патриаршего престола после смерти патриарха тихона был убран и потом уничтожен с податливым митрополитом сергием властями был заключен договор согласно которому ему разрешалось управлять церковью но вместо слова управлять справедливее было бы поставить слово разрушать действительно с 1927 года по 1941 предвоенный громадное большинство церквей было разрушено все правдивое духовенство было выслано или скрывалось весь честный имеющий непреложную веру русский епископат был частью замучен частью заточен на свободе от русского епископата осталось пять шесть человек особенно лакействующих перед властями таковы были плоды управления митрополита сергия русской церковью управления нужно сказать совершенно канонически необоснованного митрополит казанский кирилл смирнов назначенные в завещании святейшего патриарха тихона первым местоплюстителем открыто называл своих письмах митрополита сергия узурпатором церковной власти за период управления церковного митрополита сергия от него отошел весь славной верой и доброй совестью православный епископат святители русской православной церкви не восхотели кратковременной сладости греха от благополучия митрополита сергия а шли все на великую голгофу некоторые из них даже отлучили митрополита сергия от церкви но отлученные ни от кого суда над собой признать не хотел начав свое управление церковью с признание безбожных радостей церковными радостями начав с благочестивого желания отдать кесарева кесарю митрополит сергий кончил тем что отдал кесарю не только кесарева но и божье в конце этого управления митрополит сергий произвольно сам себя перевел из заместителя и местоплюстителя в вместо блюстителя а потом и во всероссийского патриарха ты помнишь вероятно как это происходило осенью 1943 года советскими газетами было широко объявлено разрешение вернее приказание правительство митрополиту сергию срочно собрать поместный собор русской православной церкви и выбрать патриарха всея руси задача была затруднительно весь истинно православный епископат который должен был составить собор русской православной церкви был в лагерях и тюрьмах у митрополита сергия не было никого под рукой кроме пяти шести вышеупомянутых архиереев бегущих за колесницей еще приблизительно такого же количества архиереев нахиротонисанных им 1942-43 годах по указаниям государственных органов но заставили собрать собор и митрополит сергий не арабел через два дня после разрешения на собор мы читали в газетах что собор по местной русской православной церкви уже состоялся и принял в течение какого-либо часа времени был избран патриархом московскими всея руси митрополит сергий на этом соборе было 19 епископов то есть весь наличный епископат находившийся в подчинении митрополиту сергию и обретенный им за самое последнее время такого жалкого собрания именуемого собором церкви еще не видели русские люди если обновленцы старались подкрепить свое искусственное здание церковными канонами конечно толкуя их так как им хотелось то митрополит сергий при устройстве собора 1943 года вольно и невольно вообще не нашел нужным считаться с каноническими правилами а также и с душою русского православного народа между прочим 1944 году в журнале издаваемом при московской патриархии была напечатана курьезная статья об этом соборе автор этой статьи г григорьевский сетовал что заграничные церковно-православные круги не признают собора русской церкви 1943 года тогда как этот собор у нас признается и не православными и инославными организациями лучшую характеристику этому в кавычках собору трудно придумать теперь рассмотрим кто же были члены собора 1945 года в отчетах об этом соборе сказано что там участвовало свыше 40 епископов и 126 представителей от клира и миря от сентября 1943 года до января 1945 года прошло так мало времени потому непонятно откуда также взялось вместо 19 епископов 41 в этом отношении наше любопытство удовлетворяет журнал московской патриархии за 1944 год просмотрев его мы видим что 19 епископов существовавших в 1943 году родили в спешном порядке в 1944 году остальные бывших членами собора 1945 года из журнала московской патриархии мы узнаем что эти поспешные хиротонии производились в подавляющем большинстве над протеереями обновленцами в конце 1943 года и в начале 1944 года по мановению волшебной палочки все обновленцы сразу вдруг покаялись пред митрополитом сергием покаяние было упрощенное без наложения каких-либо взысканий на причинивших столько зла святой церкви а через самое короткое время кающиеся обновленцы и получили высокое достоинство места и чины вопреки канонам церковным и положению о приеме обновленствующих от 1925 года уместно здесь напомнить слово святого киприана карфагенского в письме к папе стефану о соборе пишет он цитата при святеров и диаконов которые или быв рукоположены сначала в кафолической церкви впоследствии времени сделали с изменниками и возмутителями против церкви или уже у эритиков лжеепископами и антихристами вопреки расположению христову нечестивым рукоположением поставлены и наперекор единому и божественному алтарю старались приносить на стороне ложные святотатственные жертвы что их когда обращаются надо бы на принимать под тем условием чтобы они допускались к общению как простые миряне довольны с них и того что бывшие врагами мира они приемлют мир но никак не следует оставлять при них по возвращении к нам те орудия рукоположения и чести коими они против нас воевали довольно таким людям при общении их дать одно прощение но отнюдь не следует в доме веры возвышать вероломство ибо если мы почтим тех кои отошли от нас и восстали против церкви то что же оставим у себя для добрых и невинных не отпадающих от церкви творение киприана карфагенского том 1 страница 59 таким образом в начале 1944 года паства митрополита сергия освежилась обновленческими струями и пополнилась большим количеством обновленческих митрополитов архиепископов и епископов если сообщение если к сообщениям журнала московской патриархии прибавить еще свидетельство неподкупных очевидцев то можно точно установить что новые епископы спешно посвященные для нового в кавычках собора в 1944 году представляют из себя обновленческих протоиереев и клириков уцелевших среди ужасных гонений что все они к посвящению представлены властями и что с таким епископатом можно устроить какой угодно собор и вынести на нем какие угодно анти церковные постановления как повествует журнал московской патриархии епископские в кавычках хиротонии перед в кавычках собором 1945 года происходили так рекомендуемый безусловно гражданскими властями протоиерей почти всегда из воссоединенных обновленцев или григорианцев сразу постригался в монашество с изменением имени и затем через два-три дня ставился в архиереи русской церкви что представляют великие цели монашества и смысл его для этих лиц что для них святыня святительства если они получают ее через прямое посредство безбожников могут ли такие люди быть членами собора по местной русской церкви могут ли они избирать патриарха отца русского православного народа можно без сомнений признать что подавляющее большинство бывшего на этом соборе епископата получила епископскую власть употребив для сего мирских начальников таковых правило 30 святых апостолов извергает и отлучает со всеми с ними сообщающимися даже при условии получения хиротонии от прославленных епископов вряд ли они могут быть действительными епископами по точному смыслу правил вселенских соборов не могут быть и называться епископами все те которые хотя и получили хиротонию но получили ее по проискам и вопреки церковным правилам так например максим кинник рукоположен был во епископа собором православных епископов но так как он достиг епископского сана незаконными про происками вопреки апостольским и святоотическим правилам святой вселенский собор произнес о нем следующее постановление цитата ниже максим был и есть епископ ниже поставленная на какую бы то ни было степень клира и сделанная для него и садила на им все ничтожно смотри четвертое правило второго вселенского собора возникает еще вопрос помимо большинства епископов в кавычках созданных по мановению волшебной палочки специально к собору за 1943-44 годы из церковных отщепенцев там присутствовало несколько архиереев якобы благообразно почтенного вида пребывающих в епископстве довольно времени неужели и они таковы как прочие сын мой верь мне верь многим страдальцам за церковь святую христову ненужные безбожникам людей на соборе не было и не могло быть ибо все мешающие им все бесстрашно говорящие о правде церковной предусмотрительно не были допущены на этот собор и о ком ты говоришь как об архиереях почтенного вида вот присутствовавший там архиепископ филипп ставецкий он еще в 1922 году на судебном процессе предал своего отца святейшего патриарха тихона и публично там надругался над святыней церковной вот новоявленные в кавычках митрополит николай ярушевич о котором еще митрополит серафим чичагов отзывался как о самом усердном служители революции вот еще член собора находившийся 22 года в обновленчестве обновленческий первый иерарх архиепископ виталий веденский сколько зла принес церкви и теперь призван на православный в собор в качестве авторитетного иерарха вот так называемый в кавычках архиепископ алексии сергиев получивший епископский сан по требованию властей проливший через предательство много крови лучших сынов церковных и самим митрополитом сергием названы епископом ада умолчим об остальных ибо невозможно о них молвите доброе слово может это сборище уполномоченная на собор только врагами церкви заменить собою православный русский собор и выбрать для русской церкви патриарха а миряне а клир ты скажешь что еще присутствовали клир и миряне но кто их выбирал где проходили пархиальные собрания кто об этом знает никто миряне бывшие на соборе представляли из себя членов церковных советов назначенных епископами и настоятельными храмов или вернее рекомендованных властями быть на соборе представителями русского православного народа их никак нельзя признать притом мы знаем что согласно церковным канонам миряне и клир без епископа ничего сделать не могут смотри 4 вселенский собор правило 8 6 вселенский собор правило 64 теперь недоуменный вопрос вызывает присутствие на таком в кавычках соборе двух восточных патриархов и представителей от других по этому поводу очень уместно вспомнить какие были взаимоотношения у патриархов с обновленцами все помнят что патриархи прислали в свое время обновленцам особые грамоты о признании их каноническим управлением русской православной церкви все помнят что обновленцы эти грамоты сфотографировали и в прекрасных храмах вывесили их своих храмах на видные места где теперь эти грамоты может быть действительно патриархи имели и истина доброе желание присутствовать при избрании настоящего патриарха русской церкви но тогда нужно признать что они были хитро обмануты уже в 1948 году восточные патриархи а также греческая церковь отказались участвовать в совещании предложено в московской патриархии а некоторые из патриархов отказались от нового визита в москву и по некоторым сведениям поняли обман чем объяснить приглашение патриархов на пресловутый собор 1945 года в страну где христианская религия считается самым вредным и темным явлением жизни несомненно в приглашении патриархов нужно видеть агитационное мероприятие показать всему миру свободу исповедания веры в ссср основная же цель такого приглашения это забота об авторитетности и внешней православности обновленческого собрания имен именуемого за правилами московской патриархии православным собором русской церкви 1945 года разумеется за правилы московской патриархии понимали внутри себя что они создают не собор церковный а подделку его разумеется они боялись что эта поделка будет разоблачена затем у всех на виду был конфузный скандал с так называемым собором 1943 года вот и нужны были теперь патриархи чтобы поддержать своим саном и значением здания великой лжи и обмана почему приглашены были патриархи в москву на собор это понятно но не совсем понятно почему предпатриархи приняли это приглашение приехали самое главное что нужно сказать про присутствие патриархов на соборе 1945 года это то что они были только гости и в решениях собора не участвовали они всегда могут сказать как и говорили прежде что дела русской православной церкви трудно теперь уяснить но даже если бы восточные патриархи утвердили постановление собора 1945 года как велика была бы ценность этого утверждения увы из истории церкви мы знаем что некоторые патриархи ради причин политических материальных и других утверждали иногда много противо церковно и потом осуждаемая всей церковью на престолах патриарших сияли иногда великие светильники а иногда прибывали еретики осуждаемые после собора кто скажет какие причины например побудили патриархов прислать русскому императору петру первому такое постановление цитата при светлейшему и благочестивейшему величайшему во христе царю всея великие ямалы и белые россии государю императору петру алексеевичу разрешается употребление и причащение мяс во вся добре учиненные посты всего лета конец цитаты смотри полное собрание законов российской империи том 5 санкт-петербург 1830 год номер 3020 страница 468 мы не хотим здесь умолить авторитет патриаршие сами же восточные патриархии разъяснили нам что в церкви христовой не патриархии не соборы не могли никогда ввести что-нибудь и новое потому что хранители веры у нас самое тело церкви то есть самый народ смотри послание восточных патриархов от 6 января 1848 года здесь в этом письме я имею одно лишь желание это чтобы русские люди уяснили себе законность так называемого в кавычках собора 1945 года это без законности антиканоничность зависит от следующих обстоятельств первое членами собора были люди подставленные безбожниками проводившими на этом соборе свои тайные антихристианские цели подавляющим большинстве это были обновленцы второе на соборе этом совершенно отсутствовал страдающий за церковь русский православный епископат отсутствовал великий сон исповедников душу свою положивший за святую православную церковь правило первого вселенского собора 5 и 6 19 вот почему все постановления этого собора не имеют никакой церковной значимости или же имеют такую же цену для нас как и постановление собора обновленцев от 1922 года поэтому и самое основание деяния собора 1945 года избрание патриархи московском и всея руси алексия симанского никакого церковно-канонического и духовно-нравственного значения не имеет кавычки открываются перелазия и нудья той так есть и разбойник евангелие то она 10 1 все это сделано безбожниками с политическими и другими темными целями ничего общего с церковными идеалами не имеющими собор это также а также избрание на нем патриарха всем православным христианам нужно считать хитрой злоумной подделкой врага под церковность не дух святой руководил деяниями беззаконного сборища названного собора русской православной церкви 1945 года мы там встречаемся лишь с таким явлением как хитро замаскированные ложь и обман и отступление от истины ради враждебных для церкви целей а где ложь и отступление от истины там уже действует отец лжи дьявол евангелие теана 844 1 она 3 8 нужно порадоваться что уже многие теперь разбираются в этой подделке игрушки врага не прельстили многих с великой скорби мне рассказывали русские люди как происходило интронизация то есть постановку то есть поставление на престол избранного собором 1945 года патриарха алексия такой помпезности такой роскоши и великолепия какие были при этой интронизации никто никогда не видел яркий свет множество электрических ламп громадные драгоценные ковры среди января везде великолепные букеты живых цветов блеск от золотых митр и бриллиантов на крестах кинооператоры снимающие эти картины для пропаганды и оглупления наивных званые обеды у новоизбранного патриарха и у председателя совета по делам русской православной церкви при совнаркоме карпова сколь нужно все это по распинаем в настоящем стране христу и православному народу какую цель придали учредители такой интронизации этому блеску треску пышности и богатству не должно ли все это затмить затуманить закрасить заветы христа и истинную жизнь церковную вот чего мы достигли своей дипломатии под обострастием и предательством говорят нам улыбающиеся и торжествующие лица соборных в кавычках митрополитов архиереев и протопресвитеров к чему страдания изнурения когда все можно достичь нашими методами конец цитаты следовательно если признать собор 1945 года собором каноническим то можно будет сказать что для церкви христовой не нужны мучительные страдания за правду не нужны те сомны мучеников и исповедников которых ныне в тюрьмах и лагерях мы видим напрасные храны кровь их мучительная смерть более правы те люди которые отличаются присмыкательством перед гонящими церковь безбожниками а продавшие свою совесть и религиозную свободу новым каинам и пилатам вот к таким выводам мы должны прийти если признаем собор 1945 года и избранного на нем патриарха церковным достоянием но не божью милостью не содействующий благодати святого духа был собран собор 1945 года и избран на нем в кавычках патриарх иные силы иное могущество во всем противоположные церкви совершали сей собор и патриарха спокойствие за судьбы церкви христовой здесь возможно упомянуть слова святого григория двоеслово велика сила царя он может и обезьяну величать львом но не в его власти превратить ее во льва следующем письме я постараюсь выяснить тебе пути русской церковной правды наше время а теперь кончаю и призываю на тебя благословение божие покров царицы небесной и заступничество всех святых земли русской книга пророка иеремии 36 глава 19 стих тогда сказали князья варуху пойди скройся ты и иеремия чтобы никто не знал где вы 3 царств 17 3 пойди отсюда и обратись на восток и скройся у потока харафа что против иордана лука 13 31 в тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему выйди и удались отсюда ибо ирод хочет убить тебя притче 28 12 когда торжествуют праведники великая слава но когда возвышаются нечестивые люди укрывают но когда возвышаются нечестивые люди укрываются примерами наш путь не обделен куда ни шаг прослеживаю ушедших из отрицательных не все к себе возьмем от их кораблекрушений только щепки лик грешных и святых был искривлен своих канонизаторов любой эпохи кучно во франции героем был наполеон их нужно оптом выловить но не поштучно но стоит только библию открыть морясь святые строки углубиться увидишь тех кому был кого бог срезал прыть плод не найдя где только шум от листьев запомнилась не все да и зачем нам проповедующих помнить павильона где слово божие пробилась как ручей и глубина реки потом не по колено а а много ли таких до смерти сохранивших на сохранивших накал любви к иисусовым речениям кто прочно занимает глашатая нишу вплоть до заката и звезды вечерней взирая на кончину здешние жизни их гряди по памяти не лишь блеснуть по знаниям дабы из подражания подобные же возник как правило такие сходно и казнятся по всем параметрам не так найдется слишком а значит место для подобных все же есть их в жития с добавками пропишут как правило в руках восьмиконечный крест и через дефис вспышка проповедник уменьшится значимое уменьшится значимость того что перед знаком распространенный дар стал до смешного редким кто виноградник так сумел протяпать знать надобно все слово с толкованием святых отцов кто не молчал по кельям поток к потоками библии иных приводят ланей пророческим глаголом они не мягко стелют 25 октября 2008 года игнатий лапкин